добрый день уважаемые слушатели директ академии я рада представить вам сегодняшнюю тему вебинара это аудирование в разноуровневых группах ну и для начала коротко о том почему меня заинтересовала эта тема что в ней такого что требует обсуждения решения во первых все из нас как преподаватели имеют опыт преподавания в разноуровневых группах например в школах где априори в классе не могут быть сидеть и одинаковые во вторых каких-то частных учебных центрах где преподаватели работающие в найме не имеет роскоши выбирать с кем работать и к нему в группу администраторы добавляют абсолютно разных детей и взрослых корпоративные какие-то курсы да если кто-то имел опыт ведения корпоративных курсов то туда конечно же тоже приходят работники компании совершенно с разным бэкграундом совершенно с разным опытом и уровнем владения языковыми навыками но вся проблема в том что большинство абсолютное большинство учебных пособий разработано так как будто вся группа однородная абсолютно у всех одинаковые способности и в этом как раз таки парадокс только насколько вот по моему опыту могу судить только кембриджские оксфордские ум к они хоть как-то немножечко в своих методичках в своих teachers books в книгах для учителей как-то разграничивают да для тех кто быстро закончил для тех кто быстрее освоил да там есть для них какие-то вариации рекомендации учителям какие задания дать а вообще возникает часто вопрос что делать вот если научить надо всех а тем более аудирование и так давайте посмотрим о чем мы сегодня поговорим по таймингу надеюсь уложиться в 40 45 минут далее можем обсудить я буду очень рада если у кого-то какие-то мысли появится замечание может быть возражение или кто-то поделится в чате своим опытом я это всегда всячески приветствую и так содержание сегодняшней нашей беседы почему аудированию сложно научить основные принципы аудирования особенности разноуровневых групп шесть шагов к успеху это практические рекомендации потому как преподавателю улучшать навыки аудирования в разноуровневых группах и итоги подведения итогов вопросы замечания и прочие моменты и так давайте же сразу начнем а я сразу скажу что на этом слайде мой субъективный взгляд эту проблему и совершенно это не истина в последней инстанции возможно какие-то пункты вызовут у вас вопросы или может быть даже отторжение несогласие не стесняйтесь ставьте огонечки если согласны если не согласны то опишите в чат во-первых почему аудированию сложно научить сложно проконтролировать понимание а надо всегда придумывать учителю преподавателю такие вопросы чтобы уж точно быть уверенным что дети поняли основы не давая при этом им какие-то наводки подсказки если мы возьмем учебники мк основные по которым мы сейчас с вами работаем школах вузах или в частных учебных центрах то там вопросы частенько сделано так что даже не слушая запись аудиотекст можно догадаться о чем это да также и бессмысленно спрашивать у детей вы поняли ну мало кто из группы скажет а я не понял все будут кивать и говорить да 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 мы поняли вот поэтому сложно контролировать понимание я не имею ввиду сейчас тесты какие-то уже отчетные контрольные по теме нет 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 именно вот живую живой поток вот эту вот работу внутри темы во вторых это сложно оценивать потому что а для кого-то само собой разумеюще если услышать и понять и сделать все тестовые задания с первого прослушиваем а для кого-то и со второго сделать хотя бы половину будет большой прорыв по сравнению с тем что он умел скажем начале курса или месяц-два назад а во вторых обучение аудированию связано со многими снежными навыками ну согласитесь что здесь замешана и вероятностное прогнозирование то есть понимание того о чем дальше может пойти речь да и умение игнорировать незнакомые слова и ориентация по ключевым словам сопоставление ключевых слов вопроса и ключевых слов аудио текста то есть очень очень много всего и от преподавателя в общем-то требуется владение многими техниками да чтобы довести детей или взрослую свою группу до нужного уровня до целевого уровня понимания владения аудиром но и и последнее даже у носителей языка могут быть проблемы с аудированием с лысыми я не раз наблюдала в ютюбе в других видеоблогах как носители языка сдают егэ по английскому языку и некоторые даже прям проваливались говорили что было стыдно стыдновато то есть это такой отдельный навык с ним нельзя родиться его невозможно получить заполучить автоматически то есть это отдельное такое целое большое поле работы если вы с этим согласны поставьте пожалуйста огонечки мне будет очень приятно что аудитория со мной она меня слушает следует за моей мыслью вот это меня всегда очень радует вы не представляете насколько это важно для спикера далее перейдем к рассмотрению принципов хорошего аудирования то есть я не знала какое число подобрать может быть правильное аудирование да но это все очень субъективно опять же да для кого-то хорошо для кого-то не очень первое принцип такой в общем-то очень базовый я думаю все с этим согласятся это поставьте цель на данное конкретное задание нужно сразу перед тем как вы включите запись поставьте цель что им нужно услышать с первого раза что им нужно услышать со второго раза то есть это сразу их наводит на какие-то мысли и позволит сфокусироваться на определенных пунктах далее а это все перед прослушиванием привлекаем фоновые знания вот они у нас прочитали формулировку задания например послушайте диалог элис и джима которые беседуют о погоде на каникулах например да или о настольных играх и запускаем такой небольшой мозговой штурм в группе а что это могут быть за настольные игры что они могут обсуждать да какие слова и выражения могут звучать можно записать их на доске особенно если вы знаете что эти слова точно будут потому что вы записи уже знакомы третий принцип потовка я вот тут написала на слайде preparation is the key подготовка это ключ никогда не стоит игнорировать этот момент я всегда ему уделяю особое внимание потому что вот лично для меня как для преподавателя важно создавать для любого ребенка в группе неважно сильный он или не очень сильный слабый я тоже ведь работаю в разноуровневых группах для меня важно создать каждому ситуацию успеха на каждом уроке что вот и он ребенок же он все понимает про себя он понимает что вот вас петель и лена они все схватывают на лету тянут руки вот просто как пружинки такие моментально на все реагируют а я вот не такой но и для этого ребенка нужно создать ситуацию успеха надо так подготовить группу к прослушиванию чтобы даже вот этот вот слабый ребенок до который может быть недавно присоединился или у него в принципе это его такая особенность что не очень хорошо идет лысин надо чтобы у него была эта ситуация успеха чтобы он тоже сказал о я понял вот это и поделился этим с группой это очень важно психологическом плане надо детей мотивировать ни в коем случае не не лишая их мотивации особое внимание на при листнин активитес они могут быть разные в зависимости от учебника возможно посмотрите на картинки прокомментируйте что на них происходит да вот тут мы привлекаем навык описание картины тоже смежный навык параллельно формируем почему нет может быть прочитать внимательно вопрос поиграть в ассоциации ну как вот в предыдущем принципе я говорила сразу же можно наперед посмотреть формулировку заданий авто лысин и варианты ответов особенно обращая внимание вот этих вот слабых детей опять же я говорю не о тех уроках когда мы уже контролируем знание да когда нас уже контрольные тут какие-то может быть пробники экзаменов или еще что то мы говорим вот о такой вот рядовой повседневной работе нашей пахоте где 99 процентов чудес и случаются с детьми случается какие-то прорывы прогресс вот вот основная наша работа и так после подготовки начало записи здесь можно особенно во взрослых группах я это использую я запускаю начало записи потом делаю паузу и обращая особо на особое внимание на маркеры дискурса о чем пойдет речь то есть структура текста я вот тут на слайде вынесла ну такие вот типичные фразы просто какие-то вот примеры из аудиотекстов которые как раз таки настраивают слушателя на дальнейшую вот структуру этого аудиотекста то есть всегда есть какие-то маркеры какие-то словечки которые привлекают внимание и которые дают нам понять как дальше будет структурирован текст например сегодня с вами обсудим несколько проблем связанных с экологией больших городов ага и вот тут мы поставили на паузу из группы обсудили какие могут быть проблемы с экологией больших городов загрязнение воздуха воды почвы выхлопные газы и так далее вот собираем вот эту лексику и уже готовы до слушай небольшая пауза вначале не повредит особенно если вы знаете что текст очень четко структурирован и может быть сложен для восприятия сразу же так дальше ориентируемся по ключевым словам слушаем ключевые слова обычно на эти слова падает фразовое ударение тут же мы можем рассказать дать им понятие что есть фразовое ударение какие части речи у нас обычно не являются ударными да то есть готовим их к очень детальному пониманию когда каждое ключевое слово они не пропустят у нас также сюда можно отнести слова сигнализирующие о том что дальше будет что-то важное например и ищусь несколько проблем в 8 консервис там поводов для беспокойства points и points of use несколько точек зрения на какую-то проблему да у нас есть проблема и у нас есть намек рассмотрим несколько точек зрения тут же опять можно пофантазировать какие могут быть точки зрения на ту или иную проблему то есть вот обращаем внимание на маркеры и на ключевые слова особенно во время первого прослушивания дальше очень правильно делать записи чем выше уровень до темнее становятся записи тем больше вероятность встретить какой-то текст типа научно-популярной тематики может быть какой-то отрывок лекции и так далее а не просто диалог там двух детей на общие темы да чем выше идем тем сложнее становится и тут уже критически важно чтобы как можно больше уловить и потом иметь возможность сказать обобщить очень важно делать записи правильно делать записи может быть нарисовать какую-то схему да или таблицу делать сокращение вот на следующем слайде я как раз привела ну самые такие универсальные примеры переводчисворописи которые могут применять люди и не являющиеся переводчиками находящиеся на разном на разных ступенях владения иностранным языком да например обозначать основные ключевые понятия текста за главной буквой например и environment или экономии бизнес хобби и так далее глаголы связанные расти увеличиваться могут обозначаться стрелкой вверх и снижаться уменьшаться сокращаться падать соответственно стрелкой вниз когда мы хотим чье-то мнение записать запомнить можно поставить двоеточие сказал выразил мнение это будет означать примерно вот эти слова во всем мире можно нарисовать воздушный шарик просто шарик и тогда это будет замена словом globally all over the world и так далее а знак равно быть являться меньше больше опять же до математические символы нам в помощь объединить что-то вместе мы можем нарисовать любом месте вот эту скобочку параллельно одновременно это две параллельные прямые приблизительное значение вот пожалуйста а также общее понятия которые нам знакомые из математики да мы можем пользоваться вполне этими символами почему нет сравнительная степень прилагательного цифру 2 рисуем как индекс превосходное 3 в кубу вот такие моменты можно объяснить своим учащимся и им проще будет делать пометки во внеслушание текста все вместо большой объем информации надо запомнить но или максимально точно воспроизвести перевести в общем можно таким образом облегчить жизнь немножечко на ваших занятиях а тоже очень важный навык учимся игнорировать незнакомые слова я вот своей деятельности занимаюсь подготовкой к ога и егэ и каждый год выходит новые методические рекомендации от фипи и там неизменно говорится об этом важном навыке игнорирование незнакомых слов мне обычно нравится еще формулировка присваивание незнакомым словам какого-то очень общего значения чтобы снизить свою тревожность по поводу непонимания этих слов наши ученики знают обычно до признаки различных частей речи множественное число существительных какие-то суффиксы прилагательных какие-то приставки да вот зная значение вот этих вот основных таких вот моментиков да может очень помочь да назначим этому слову это какое-то существительное или это какой-то признак это что-то хорошее это что-то плохое это что-то абстрактное в общем и это позволяет нам не отвлекаться на то что ой я не понял это слово то есть дети по этому поводу уже меньше тревожиться и средотачиваются на ключевых словах а задание нужно подбирать на мой субъективный взгляд таким образом чтобы ключевые слова по которым можно принять решение о выборе верного ответа в задании соответствовало уровне владения языком в группе да то есть чтобы уровень и уровень им конечно как мы сегодня уже говорим очень разные у всех но чтобы вот эти ключевые слова соответствовали уровню основном уровне группы да то есть даже самые слабые могли по этим ключевым словам сориентироваться и дать какие-то ответы а значение незнакомых слов можно учить извлекать из контекста но конечно начать нужно не с аудио текстов а с текстов письменных дальше чтобы они их видели и обращать внимание на контекст да то есть вот если у любого переводчика спросить а это как переводится а это как переводится он всегда говорит дай контекст вот учимся ориентироваться по контексту это поможет и в чтении и в аудировании и на экзамене тоже итак особенности разноуровневых групп эти группы встречаются как в школах так и в частных учебных центрах да вот об этом я говорила в самом начале а даже если в вашем частном учебном центре проводится входное тестирование placement tests это еще не гарантирует что группы будут идеальными и однородными с самого начала но самое интересное еще в том что разноуровневый может стать изначально однородная группа то есть даже если изначально вдруг случилось такое чудо и все подобрались как 33 богатыря да все однородные все одинаковые все равны как на подбор то способности уровень вовлеченности мотивация у всех разные и поэтому в учебном процессе в ходе учебного процесса может увеличиваться этот разрыв которого изначально практически не было между учениками поэтому я и сказала в самом начале что все мы работаем в разноуровневых группах а учебники созданы для одноуровневых вот так и живем как говорится далее 6 шагов к успеху я не случайно подобрала такую картинку когда идем в гору потому что этот путь никогда не легкий неудобный до максимально неудобны для преподавателя потому что требует дополнительных усилий исследований возможно время и сил до потраченных на то чтобы довести всех учащихся группы до определенного целевого уровня до владения этим навыком аудио поэтому непростая работа а первое помните чуть ранее говорила что надо ставить определенную конкретную цель вот если мы работаем в разноуровневых группах то надо ставить дифференцируемую цель то есть разную во первых концу урока или концу записи мы должны с вами смочь следующее следующее понять то то будет здорово если также кто-то сможет ответить на следующие вопросы ну а высший пилотаж на отдельную оценку там да или какой-то стикер звездочку не знаю какая у вас там мотивация до поощрения для учеников придумана какая система высшим пилотажем будет если вы сможете сделать то 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 и по то например в деталях пересказать текста да или составить развернутый план этого текста используя лексику ключевой вот нужно ставить разные цели чтобы каждый для себя отметил что в принципе будет по плечу ему далее неизменно у нас должны фигурировать такие понятия как обязательные и дополнительные задания обязательное задание должно быть по силу всем под силу и слабым ученикам и сильным соответственно а дополнительные они во первых должны сразу четко определяться как дополнительные со звездочкой на дополнительную оценку да если это в школе не обязательные хотя если сказать слово не обязательны может быть и никто не захочет их делать но я думаю вы сможете как-то это обыграть по-своему или по желанию вот такие задания они должны требовать более детального понимания и более высокого уровня владения языком также можно использовать два варианта заданий вариант а и вариант бы задания к тексту где варианте а будут только база а варианте б база плюс дополнительные задания 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 со звездочкой а их можно всегда подглядеть в тичер из букс в методичках они там могут прятаться под название fast finishers flyers и так далее кто что авторы по-разному обозначают то есть для тех кто быстрее закончат для тех кто требует скажем так большего внимания да вот по-разному маркирует но понять можно то есть первое это мы дифференцируем цели да ставим цели которые для разных уровней подходят второе мы дифференцируем задания обязательные дополнительные причем дополнительные не сразу четко обозначаются как дополнительные чтобы у тех кто послабее не было сразу отбито желание что-то делать потому что ой ну с этим не точно не справлюсь я точно не смогу опять не три поставят опять все плохо в общем такого лучше не допускать лучше не надо так третье подключаем сотрудничество сотрудничество конечно же между учениками внутри группы ваши внутри класса рекомендуется к использованию для заданий с которыми априори справится большая часть группы например gap filling exercises после прослушивания аудиотекста где пропущены какие-то слова или фразы может быть словосочетание которое нужно после прослушивания подставить а для работы над этим заданием можно разбивать учеников на пары более сильный и более слабый более сильные скажем так оба они будут практиковаться в очень полезном навыке да но более сильный возможно сможет более слабому подсказать мотивировать и направить и сказать как он это понял почему именно этот вариант здесь да более слабый будет за ним тянуться да и следующий раз может быть использовать какие-то его фишки да по-разному в общем здесь нужно очень четко смотреть на ваших ребят вы конечно и знаете знаете их способности и знаете о том как важно до тренировать навык командной работы парной работы поэтому аудирование это прекрасный способ это все внедрить спасибо я очень рада что хоть кому-то это интересно и полезно а четвертое так четвертый пункт это вариации почему-то он у меня переключается вот а вариации в английском истоке это назывался вот variations что это означает разработка многоуровневых рабочих листов можно использовать для этого различные сервисы типа знаний да и задание вашем рабочем листе лучше будет если они пойдут в порядке возрастания сложности от первого к последнему заданию возрастает сложностьой еда и если двухкратная 3-кратное прослушивание предполагается то соответственно можно их расположить так после первого прослушивание будьте готовы ответить на эти вопросы после второго прослушивания сопоставьте вопросы с ответами например и после третьего прослушивания подставьте пропущенные слова в предложении в соответствии с текстом можно я Я бы, например, сделала там. И как я уже говорила, определенный процент этих заданий вам не сразу определяется как обязательный. То есть вы говорите, что нужно выполнить, например, первые три или четыре задания, это обязательно. Остальное по желанию или по возможности. Если чувствуете в себе силы, то пробуйте. И поощряйте к тому, чтобы пробовали не только сильные ученики. Не надо говорить, что вот это задание для всех, а последнее, четвертое, пятое, это только для Нади или Алешеньки, или для Пети. Так не надо делать. Надо говорить, это тоже для всех, но особенно для тех, кто чувствует себя в силах. Если вы не понимаете или не уверены в том, что вы сможете сделать это задание, вы можете его не делать, пропустить. Почитайте, посмотрите, попробуйте. Не получилось ничего страшного. Обязательно получится в дальнейшем. Часто? Да нет, наверное, все-таки не часто. Но встречаются дети такие усердные. Я их называю пахари, потому что, возможно, у них там не очень большие способности. Но они готовы это компенсировать методичным трудом. И они напрямую могут к вам подойти и спросить, а что мне сделать, чтобы я наконец-то смог выполнять эти задания? Что, как мне улучшить? У меня вот как будто какая-то стена стоит между мной и этим аудиотекстом. Такое бывает. Такое было и у меня. Я сразу скажу, что до второго или третьего курса я панически боялась всякого аудирования. Мне было тяжело. И что мне помогло, это когда мне мой преподаватель посоветовал, говорит, ну ты же любишь музыку, увлекаешься музыкой. Садись и записывай любимые песни, ставь на паузы и пиши прям, что услышала. Возможно, какое-то слово ты не поймешь ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза. Оставь эти, иди дальше, посмотри в целом, что у тебя за текст получился, песни, и подбери слово примерно, может быть, по словарю, по звучанию как-то интуитивно. Но что это может быть за слово? И потихоньку-потихоньку, но у меня дело пошло. Потому что, во-первых, мне нравилась музыка, мне нравились песни, я занималась только любимыми песнями. Возможно, вы тоже сможете попробовать этот метод у себя в группе, может быть, не на уроке, а как-то вне аудиторно. В общем, опять же, зависит от ваших реалий. Но я примерно один раз в три месяца делаю такой урок, где мы разбираем какой-нибудь клип, прям по кусочкам. В телеграм-канале я провожу голосование, скидываю ссылки на четыре клипа, и говорю, тот клип, который наберет больше всего голосов, мы его и разберем. Вот было у меня в октябре, по-моему, или в ноябре, занятие, вот мы разбирали клип called Play Adventure of a Lifetime. Во-первых, клип очень интересный, очень добрый, музыкальный, там такие обезьянки пляшут на гитаре, играют, колонку слушают с этой песней. И сам текст был не так, чтобы уж и очень сложный. Мы его разобрали, перевели, потом снова запустили, они эту песню спели, и сами увидели разницу, что было до, что они услышали, мы почти ничего не поняли, какие-то вот отрывочные слова в куплетах и припеве. И потом показать им, что случилось после проработки, детальной проработки этого текста, пояснение каких-то реалий интересных, языковых. Это с удовольствием слушают как и более сильные, так и слабые ребята. В каждой песне есть такие вот реалии. Может быть, вы со своей группой какой-нибудь мультфильм разберете, коротенький, или сказку, или какое-то просто прикольное, смешное видео на английском языке из YouTube, их сейчас полно. Но это, во-первых, будет какое-то приключение, потому что что-то необычное, выбивающееся из камня урока. Во-вторых, покажет, какой прогресс можно совершить. Вы им покажете, чего они вполне могут достигнуть, если вот так вот кропотливо разбирать текст, обращая внимание, делая какие-то экскурсы в реалии странно изучаемого языка. Это очень-очень интересно. Так, ну что-то я заболталась. Вернемся к основной теме. Используя метод вариации, мы минимизируем ситуации провала у отстающих во время работы над темой. То есть он не будет чувствовать, что он опять хуже всех, он опять не справился. Он будет знать, я выполнил весь обязательный минимум. Я уже молодец. А все остальное дальше, да, я буду к этому идти, да, я пока не смог выполнить вот эти задания. Я почитал и понял, что, ну, нет, пока нет. Но в дальнейшем я же вижу, что это вполне реально. Не нужно для этого услышать это, это и это. Так что открываем горизонт и показываем, куда еще можно стремиться. Пятый момент – это персонализация. Персонализация не имеется в виду то, что если у вас там 10 человек в группе, вы всем десятерым должны выдать 10 вариантов задания, да, и похоронить себя в процессе подготовки к уроку, да. Нет, совсем не это имеется в виду. Надо, чтобы аудиотекст стал для человека немножечко личным, да. Вот, можно спросить, какие у тебя эмоции вызвал вот этот рассказ, да. Своими словами объясни тему того, что ты услышал, да. Какая информация тебя больше всего удивила, да, или, может быть, рассердила, или рассмешила. То есть заставьте его выразить ученика какую-то эмоцию по поводу прослушанного текста. Особенно там, где это уместно, да. Если там что-то такое жизненное и эмоциональное. Есть еще такой лайфхак, что, прослушав текст, кто-то что-то не понял. И он хочет, но стесняется задать вопрос учителю. Например, вот не все могут сказать, Анна Николаевна, я не понял вот это, вот это и вот это. Потому что тут же ему обернутся отличники и скажут, ха-ха-ха, а это вот так вот все очень просто. Возможно, у кого-то дискомфорт по поводу задавания таких вопросов. В этом случае можно собрать анонимные записочки со всего класса, да, в шляпу там, да, перемешать или в коробочку. Доставать и читать записочку, не говоря от кого она, то есть все записочки анонимные. А вот что вы скажете на этот вопрос? А вот кто понял вот это, да? Один понял одно, другой понял другое. И вы потихонечку, как пазл, собираете в единый весь аудиотекст. Почему бы нет? Кто стесняется сказать на весь класс, что я не понял, он может написать это. И потом его проблему разберут, и не будет какой-то вот неловкости, да, не будет какого-то дискомфорта у человека. Так, и шестой пункт. Оцениваем прогресс. Вот это, наверное, самая сложная, противоречивая штука. Как оценить аудирование, да, у учеников? Ну, как это сделать? На экзамене понятно. Все критерии уже давно разработаны, ФИПИ расписаны и опубликованы и родители учеников, и педагоги, и сами ученики с ними знакомы прекрасно. И тут говорить не о чем. Здесь все понятно, прозрачно. А вот если, например, мы работаем с младшими классами, со взрослыми, которые просто пришли изучать язык как хобби, здесь, как нам оценить, в школе мы работаем, там, может быть, с шестым, седьмым, с восьмым классом. Как нам их оценивать? У западных авторов есть предложение оценивать прогресс, а не по каким-то единым критериям, правилам. То есть, если на входе в эту тему ученик понял примерно 0,6%, а на выходе он уже слушает, ориентируется и базу выполняет, да, то он должен получить соответствующую оценку, да. А если продвинутый ученик просто ровно прошел эту тему, то он тоже должен получить свой заслуженный балл. А не то, что вот Вася традиционный отличник, он у нас всегда 5 получит. Ну, а ты, Петя, извини, тебе трояк, даже несмотря на то, что ты очень здорово спрогрессировал внутри этой темы. Но мне кажется, это неправильно. Мое мнение, что надо создавать ситуацию успеха и ставить оценки, прогрессу ученика ставить с учетом его вовлеченности, мотивации, иногда чуть-чуть авансом, да, видя, что он действительно серьезно настроен, увлечен, мотивирован вашим предметом. Вот говоря о тексте, который я вынесла на слайд, некоторые западные авторы рекомендуют сфокусироваться на формирующей, формативной оценке знаний, а не суммативной. Как я понимаю это? Суммативная это сумма всех выполненных заданий, всех проделанных работ. И вот по итогу мы смотрим, что, например, Петя сделал все базовые задания, все дополнительные задания, вот это его сумма 100%. А например, Вадик сделал только базу, и поэтому ему три. Но, как я говорила, это уже не совсем правильно. Если человек сделал прогресс, прогресс должен быть оценен, это должно приниматься во внимание. Но опять же, это моя личная точка зрения. я, когда работала в ВУЗе, я оценила в том числе и прогресс, потому что это был очень для меня важный критерий. Я очень уважаю детей, которые, не имея возможности на лету что-то схватывать и не прикладывая усилий, не делая домашних заданий, легко идти по теме. Я вот очень уважаю детей, которые не имеют таких способностей изначально, но нарабатывают, нарабатывают свой опыт и потихоньку движутся в своем темпе, используя много времени, сил, прикладывая свой труд. Это нельзя игнорировать, это нельзя не отмечать. Так, у меня коллега рисовала кружочки в качестве поощрения. Здорово, а я стикеры клею с котиками или смайлики различные, там, например, у меня great job, way to do, там, котики, которые вот так вот пальцы вверх показывают. Дети почему-то очень котиков любят, и у меня поэтому много наклеек с разными котиками, которые я ставлю клеем в тетрадь после выполнения заданий. Поэтому у нас все рабочие тетради в стикерах. Вот, ну, так вот, так и живем. Подводя итоги, что хочется сказать, что аудирование очень сложный навык сам по себе, но не надо от него поэтому бежать. В каждой теме должно быть и grammar, и vocabulary, и listening, аудирование, да, и reading. нельзя его игнорировать. Какое место вы ему отведете, это уже ваше дело как педагога. Но несмотря на то, что это сложный навык, он должен быть. Нельзя от него бежать. Работа с аудированием в смешанных группах требует большого мастерства преподавателя. это аксиомы. Но мастерство вполне можно приобрести путем опыта, ошибок, экспериментов. Ищем подходы к своим группам. Группы все разные, с разными возможностями, вовлеченностью, наличием или отсутствием неформальных лидеров, которые могут вам помочь, а может быть иногда и помешать. Но все-все-все нужно учитывать. И психологически моменты с ними работаем и с мотивационными моментами, и с языковыми навыками. Конечно, все взаимосвязано. И третий пункт, это вот чисто от меня, у авторов, которых вы увидите позже в списке источников, такого не было. Эксперименты не только желательны, но и обязательны. Я призываю вас экспериментировать, искать разные подходы к обучению аудированию. Потому что любой преподаватель частного языкового центра, он вам скажет, что приходят ученики школ, и как один все говорят, а мы почти не слушаем, а мы слушаем редко, а мы видео не смотрим, а мы песни не разбираем, а у нас вообще аудио к этому учебнику нету. это вы в любом случае услышите, то есть игнорируется все-таки аудирование, но без него владение языком как вот табуретка без одной ножки. Она может быть, но крайне неустойчивая. То есть она стоит, держит, но не очень надежно. Здесь далее я вам хочу показать секисточников. Почему-то у меня возникает ошибка при переходе на слайды. Вот они, кстати. Вандер грифт, ГОХ, блог. Все это, наверное, сможете посмотреть, если будет желание более глубоко и подробно изучить эту тему. Так, ну и в завершении полезные ссылки. Первая ссылка это ссылка на группу нашего ресурсного центра издательства Директ Медиа ВКонтакте. Там мы выкладываем отрывки интересных книг и электронных учебных пособий, которые у нас есть в нашем ресурсном центре. У нас их более 4 тысяч различных пособий собрано. Учебных, практических, методических. Там абсолютно любые темы могут быть. Все это оформлено красиво на слайдах, которые вы можете использовать в ваших презентациях, на уроках. Почему нет? Мы призываем пользоваться, оценивать наши усилия. Поэтому не стесняйтесь, заходите, добавляйтесь в группу, будем дружать. Следующая ссылка это ссылка на наш новый сайт, который пока еще запущен в тестовом режиме. Там у нас есть онлайн курсы, материалы, которых вы можете использовать в качестве дополнительных у себя на уроках. В основном это ориентировано, конечно, на взрослых и на вузы. На уровень примерно B1, может быть, B2, вот такие у нас в основном курсы, по самым разным тематикам. Сейчас у нас 20 курсов, но количество их постоянно растет. Помимо курсов у нас есть тематические подборки книг по различным направлениям, начиная от психологии, заканчивая рекламой, маркетингом, военным делом, есть подборка художественной литературы. То есть, пожалуйста, заходите, оценивайте, смотрите. Будем очень рады вашим отзывам, какие бы они ни были. Пишите, пожалуйста, отзывы в группу. Так, вот у нас есть вопрос. Какие-то видео на разных уровнях есть? А, кстати, про видео. Да, о роли видео в обучении. Очень хорошо, очень полезно, потому что, глядя на видео, вы видите, как спикер артикулирует, как он жестикулирует. детям легче разбираться по видео. А для того, чтобы создать видео квесты, да, видео викторины, я предлагаю вам использовать сервис ISL Collective. Там есть отдельный раздел для создания видео. Видео вы можете загрузить любое по ссылке с YouTube. Далее вы можете это видео прогнать по их встроенному искусственному интеллекту, и он подскажет, какие темы для каких уровней можно взять, чтобы сделать задание. Например, вот по грамматическому здесь вот видео часто встречается герундий, да, или Present Perfect, вы берете и делаете видео по этой теме, да, или, например, здесь тема Law фигурирует, вот почему бы и нет. Можно сделать самим, а можно взять из огромной базы уже имеющихся видео по интересующей вас теме. Я в чат вроде написала ISL Collective, что-то у меня не отобразилось, сейчас еще раз попробую. не вижу его. Ладно, хорошо. Также можно использовать сервис TED Talks, и ну, это уже со взрослыми, с учениками уровня В2 примерно, тоже можно взять кусочек лекции по той теме, которую вы изучаете, и разобрать его под микроскопом, буквально отрывочек, ну, пять минут, не больше, потому что больше будет утомительно, и чем по большему видео у вас будут размазаны вопросы ваши, тем это будет более как-то поверхностно, может быть, для кого-то и скучно, но рекомендую брать отрывки не более пяти минут с эмоциональной подачей автора, с жестикуляцией, с примерами какими-то живыми. Это все очень и очень оживляет и сохраняет мотивацию и интерес к вашему предмету. Ну, вот на этом, наверное, на сегодня все, что я хотела сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в чате или в специальной вкладке «Вопросы». Если вам понравился вебинар, был хоть как-то вам полезен, вы что-то из него подчеркнули, пожалуйста, поставьте огонечки. Вот вижу, мне безумно приятно, сегодня огонечков много. Спасибо вам огромное, коллеги. Я очень рада, что сегодняшняя тема была для вас полезна. Если хоть что-то из того, что я рассказала, вам откликнулось, и вы примените это в своей работе или вдохновитесь на какие-то эксперименты, мне будет очень приятно. Именно для этого я и работаю. спасибо вам большое за внимание. Желаю вам здоровья, крепкого, терпения, успехов, настойчивости в вашей работе, и чтобы всё-всё-всё получалось. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго и хорошего дня. До свидания. До свидания.